Всем привет! Я обычно оценку снимаю под музыку. Сегодня попытаюсь смонтировать с диктофоном. А все потому, что у меня есть разговор. Пока вы наблюдаете за ценой на оценке, я вам расскажу кое-что. Дело в том, что вы знаете, что я постоянно посещаю БАУ-центр. Я люблю этот магазин. С удовольствием снимаю орхидеи. Всегда радуюсь, когда какие-то завозы. Было шоу орхидеи. На меня вышла Ирина. Мы все составляли заявку, что бы мы хотели увидеть на шоу орхидей. Что бы было нам интересно. Часть из этого была привезена, куплена. Все как бы хорошо, все замечательно. Праздник быстро заканчивается. Орхидеи отцвели. И из двух столов остался один стол с орхидеями. Но что самое интересное, куда же делись орхидеи? Наверное, их раскупили на оценке. Я ж не езжу каждый день. Так подумала я. Тут меня попросили снять горшки для закрытой системы. Я пошла, иду, снимаю, сняла. Горшки закончились. Как всегда, кто-то там что-то мне написал. Я залипла в телефон. Я иду, иду. Там уже такой, как с торца темновато. Глаза поднимаю. И стоят стеллажи с орхидеями в темноте. Без цветоносов. Часть с цветоносами. Я разглядываю, я понимаю, что это именно с шоу орхидей. Первая мысль. Их приготовили на оценку. Будет грандиозная оценка. Ну, все понятно. Хорошо. Прошла неделя. Оценки нет. Я приехала. Думаю, надо навестить, посмотреть, что там у орхидеи. Захожу. Они так и стоят в темноте. В итоге я их сняла. Это стоит в зале. В темном углу. Без досветки. Стоят и тихонько умирают орхидеи. Сами знаете, что шоу орхидеи закончилось. Конец января, начало февраля. Сейчас уже конец февраля. Завезена основная масса была 29 декабря. Для того, чтобы прояснить ситуацию, раз у меня есть с Ириной связь, да, я ей в WhatsApp скинула эти видео и спросила, Ирина, а что это за кладбище орхидей? Не прошло, наверное, трех минут, как Ирина мне позвонила. Не поздоровавшись, не как-то вежливо, не спросивши, а удобно ли мне разговаривать. Начался разговор с того, что, а кто вас пустил на склад? Хочу еще раз уточнить, это не на складе, это все в зале. Никакие склады я не ходила. Я сняла, там лежат на полках бампера, лежат шины. Ну, все это увидите. И послушайте комментарии к этому Ирины. Все очень печально. До новых встреч. Пока-пока. А у меня такой вопрос, а кто вас на склад пустил? А, это не на складе я все сняла, там шины, там эти, как их называют, бампера, это все в зале. Это на Волгоградской стоит. На Волгоградской я пошла по горшкам и, ну, как бы шла-шла, там зашла, стоят орхидеи. А на 10 лет октября они стоят прям, ну, вот где шины, где бампера. Ну, понятно. Это орхидейная утилизация. В связи с тем, что у нас слишком много покупают оценки, мы решили, что мы теперь оценку торговать не будем. Оценка у нас будет только до 30%, а все остальное будет выкидываться. Ага. В связи с тем, что с вашей стороны пошла агитация, ну, что вот дождемся, там у нас оценка будет, там в полуцентре все скупим, там и так далее. У нас любой выбор. Либо мы ввозим только фолинопсисы, либо мы просто все эти орхидеи будем списывать. Потому что у нас орхидеи, которые стоят на столах, не покупаются, покупаются только уценка. Нам это невыгодно. Ну, агитации я не проводила. И сразу, Ир, хочу предупредить, что я на диктофон вас записываю. То есть все, что вы сказали, я записала. Что еще раз? Я вас записала на диктофон. Я никакой агитации я не проводила. Я просто понедельник выложу тогда, раз, ну, как бы это на утилизацию, я выложу просто понедельник этот ролик. А вы скажите, вы с какой целью это делаете? Ну, как с какой целью? Мне очень жалко орхидеи, что вы сказали, что идет с моей стороны агитация. Да-да-да. Подождите. Я слушаю. Я не в том плане, что у вас там... Да, у вас есть агитация, потому что вы когда видео снимаете, подождите, вы дослушаете меня, потому что я говорю со своей стороны, и сейчас в свое рабочее место. У вас есть... Вы видео снимаете, снимаете оценку, выкладываете на YouTube. На YouTube у вас смотрит многое количество людей, большое, и потом далее у вас в комментариях пишут, вот, дождемся оценки и так далее. Правильно? Есть такое? Это не моя агитация. Вы озвучили, что я веду агитацию. Это пишут покупатели. Хорошо, может быть, я неправильно сказала. Я говорю о том, что вы же снимаете оценку? А это запрещено? Все, что в зале, в торговом зале находится, я имею полное право. Это запрещено. Вот. Дело в том, что вы тоже должны понимать, что любому магазину продавать оценку невыгодно. Ну, я вас просто показала, спросила, что это за кладбище Орхидей. Я просто в понедельник выложу ролик. Я не ругаться. Я хочу, чтобы меня... Я понимаю, я все услышала, я все записала. Я с удовольствием готова, чтобы вы там покупали оценку. Но дело в том, что мы тоже покупаем Орхидеи по 1000 рублей, а продаем их по 199. Но опять же, даже те же Леодора там стоит 3 штуки. Если их по 700 рублей поставить, это уже будет 200. Я не знаю, кто поставил Леодора. Леодора мы ставим на оценку. Да там много чего стоит. Я все очень подробно сняла. Давайте вы тогда приедете в понедельник, мы с вами покажем. А зачем мне ездить к вам? Для чего? Ну, а для чего вы ходите по нашим складам? Это не склад. Я сняла вот прям все до миллиметра. Каждый шаг. Вот стоят там шины на этом. Что вы этим добьете? Я ничего не добьюсь. Я просто покажу, что в центре происходит с Орхидеями. И будет это называться кладбище Орхидеи, стоящих в темноте. Задвинутые, запрятанные. Лишь бы только не продавать. А вообще руководство ваше знает про это? Вообще-то это распоряжение моего руководства. Хорошо. Еще что-нибудь хотите? Нет, все. Я все поняла. Все услышала. Все записала. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok